Дмитрий Колесов Дмитрий Колесов Вот он, Дмитрий Здравствуйте Три минуты, три с половиной минуты У меня тайминга сразу, хотелось бы всех предупредить Из меня достаточно плохой спикер И поэтому вам всем чуть-чуть не повезло Секунду, а что у нас слетело? Сейчас, одну секунду Так вот, я буду нудным, но извините Меня зовут Дмитрий Я учредитель компании Витарос Компания занимается производством новых продуктов В сегменте В сегменте биогена или живой еды А именно это проростки микрозелень Что такое биогенная Или еще ее называют функциональная еда Это еда, с помощью которых лечат достаточно серьезные заболевания Например, сахарный диабет Язва Элементарное ожирение Иммунный дефицит Так вот, мы выпускаем проростки и микрозелень Что такое проростки? В жизни любого растения на первых этапах происходит достаточно уникальные биохимические реакции В результате которых сложные белки и крахмалы объединяются и образуют простые белки и самое главное аминокислоты Дикое количество аминокислот Употребляя в пищу легкие белки и аминокислоты Организм дико радуется этому факту И усваивает эту пищу из легких белков практически на 90% При этом экономит 70% на переваривание Обычно высвобожденную энергию организм использует на саморегуляцию Кроме выпуска проростков и микрозелени мы разработали, собственно говоря, рецепты блюд Это вкусно и рецептов достаточно много Начиная от салатов и соков, заканчивая, ну, мороженым, например Теперь про производство Посмотрев международный опыт, в частности в Азии Там очень распространено питание проростками бобовых Мы изготовили собственное оборудование И наши технологии на данный момент позволяют выращивать более 20 видов зерновых и бобовых культур Включая лекарственные травы и дикорастущие растения Кроме этого мы разработали уникальную технологию хранения продукции Техническую упаковку, которая позволяет сохранять в полтора раза дольше продукцию И гарантирует пищевую безопасность В параллель мы занимались продажами, естественно Успели заключить договора с крупнейшими и известными ресторанами города Например, Гинза Проджект, рестораны Делоса, Пинч, Уголек, ну не знаю, наверное все знаете Лавка-Лавка, Вильямс, Первок местняка, ресторан Скотина Рекомендую, кстати Итак, время мало Для начала собственных продаж Планируем открыть собственные мини-кафе, салат-бары и релакс-зоны Размещать хотим в холлах-бизнес-центрах В помещениях крупных компаний, Александр, кстати, к вам есть предложение В фитнес-центрах, на фудкортах Собственно говоря, дизайн выглядит вот так Это кроме точки продажи еще и арт-объект А дизайн разрабатывался скандинавами Конструкция легко сбурная, легко масштабированная Масштабируемая, но, собственно говоря, и недорогая Посмотрите, как это может выглядеть Пролистывая склад про слабые и сильные стороны проекта Переходим к самому основному Инвестиции На данный момент собственных инвестиций порядка 6 миллионов Хочу привлечь в два раза больше Эти деньги необходимы для открытия первых 10 точек продаж Валовый доход Полная ерунда, но и не был самоцелью на старте Были сконцентрированы на производстве Прощупывали рынок, поэтому не показатель Самый главный вопрос от организаторов мероприятия Почему, собственно говоря, все хотят Почему инвестор должен вложить деньги Ну, самое главное, на мой взгляд, это этичный бизнес И я от него, и надеюсь, мои партнеры будут получать удовольствие Не меньше, чем сейчас от собственного бизнеса Ну и, конечно же, прибыль Все, спасибо, извините за это Спасибо большое Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!